Утренняя разминка и бег. Вот так налегке выйти в парк Евгений Агеев планировал еще в начале мая. Но планы десятиклассника, как и всех остальных, испортил режим самоизоляции. Житель Мирного ее, конечно, соблюдал. За три месяца как-то надоело дома сидеть. А тут вот воздухом подышать, побегать, людей увидеть. И без маски наконец хоть. Могут политься, может не останавливать. А то смотришь, иногда с опасением проходишь, на них смотришь. Думаешь, сейчас лишь бы не остановили. Об этом беспокоиться больше не стоит, но только в случае, если не выходить за рамки разумного. С 12 мая в республике ослабили режим самоизоляции, но не отменили. Власти разрешили якутянам одиночные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но по-прежнему с обязательным ношением масок. Компания мирненских йогов нашла, как выкрутиться и заняться любимым делом, не перечи закону. Мы стараемся не нарушать. Мы приходим в масках, уходим в масках и раскладываем коврики на глаз ориентировочно, согласно дистанции. Говорить о дистанции на городских спортивных площадках не приходится. Коррективы внесли школьные каникулы. Подростки облепили турники. Конечно же, масок на лице нет. Следить за всеми этими нюансами теперь будет комиссия районной администрации. В нее вошли представители спортивного комитета. И вот данные комиссии, которые созданы при администрации района совместно с муниципальным образованием город Мирный, объезжают спортивные объекты, площадки, школьные стадионы, детские площадки. Если выявляют там граждан, которые нарушают режим самоизоляции и режим одиночной прогулки или одиночного занятия спортом, находятся в большом скоплении людей в группе, они проводят профилактическую беседу. Профилактические беседы планируют проводить каждый день. По возможности обойдут все спортплощадки Мирненского района. Власти напоминают, если на территории республики рост заболевших коронавирусом не пойдет на спад, режим снова придется ужесточить.